Ох и чудной у нас, друзья, товарищ Греф. Именно товарищ. Вы когда говорите, что гусь свиней не товарищ, что это олигархи, а не товарищи, друзья, они самые первые и настоящие товарищи. Это их страна, которую они себе создали. Это красные франкенштейны, которые создали страну. Они все товарищи. А вы, ну, я не знаю, кто вы для них. На самом деле, да вы и сами бы определились. Своё место в жизни-то определяйте, друзья, кто вы для них. Так вот, товарищ Греф предложил властям использовать распознавание лиц против коронавируса. Ах-ах-ах. И только можно порадоваться за такие прекрасные предложения товарища Грефа. Итак, глава Сбербанка рассказал, что специалисты банка следят за тем, что делают их коллеги в Китае и готовы предложить свои наработки правительству. По словам Германа Грефа, он знает, что власти пытаются сейчас работать по плану Б. Руководство Сбербанка обсуждает с правительством России использование технологий искусственного интеллекта для распознавания лиц в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Вот так. Распознавание лиц и коронавирусная инфекция. Это что? Что хочет предложить нам смешной товарищ Греф, который поклоняется четырехметровому фалосу, между прочим. Да, у него есть свой гуру из Индии, который пристрастил его к поклонению фалоса четырехметровому. И о чем же тогда мы будем говорить с товарищем Грефом? Вроде как нам с ним не по пути, но он-то думает, что он только хорошее делает для нашей страны, или же все-таки он для себя старается. Я знаю, что правительство сейчас пытается разработать план Б. Мы сказали, что если понадобится наша поддержка, например, инструменты с применением искусственного интеллекта, сейчас у нас есть технологии по распознаванию лиц. Мы также разрабатываем технологию по распознаванию лиц в масках. Сказал, ха-ха-ха, ведь все же маски носят, друзья. Действительно так? Ну, какой умненький у нас товарищ Греф. Ай да Греф, ай да Грефуля. О своей технологии разрабатывания лиц в масках для коронавируса Греф сказал во время телефонной конференции, передает нам так РБК. Глава Сбербанка также отметил, что специалисты банка следят за тем, что делают их коллеги в Китае и пытаются найти собственное решение. Ведь этот вирус они могут занести и в нашу страну, завести или получить разрешение использовать в нашей стране. Давайте будем точны, друзья. После начала в Китае эпидемии местная компания Minivision разработала новый алгоритм идентификации людей, основанный на распознавании лиц по глазам. Необходимость нового способа возникла после того, как местные жители начали носить защитные маски. Система Minivision позволяет почти мгновенно распознавать людей в масках, идентифицировать людей без масок и предупреждать об их появлении, а также дистанционно измерять температуру. Ха-ха-ха! О создании аналогичной системы сообщила и компания Tencent U2. 21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы принимают дополнительные меры, чтобы не допустить проникновения коронавируса в город. К числу таких мер он отнес использование при мониторинге потенциальных носителей вируса, камер, видеонаблюдения, системы распознавания лиц. Соблюдение режима постоянно контролируется, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер, написал Собянин в своем блоге. Мэр Москвы пояснил, что с помощью системы видеоаналитики смогли установить водителя такси, который доставил из аэропорта прилетевшую в Москву девушку, у которой был обнаружен ошибочно, как позднее выяснилось, коронавирус. Кроме того, с помощью камер выявили факт нарушения соседкой госпитализированной девушки предписание оставаться дома. В октябре 2019 года СК сообщил, что его эксперты научились распознавать на видео скрытые под маской лица. Ну вот уже и Фейсбук научился бороться с распознаванием лиц на видео. Жительница Москвы Алена Попова подала иск в Савеловский районный суд с требованием признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения. Она объяснила свое требование тем, что подобная система является вмешательством в личную жизнь граждан, нарушает закон о хранении персональных данных, однако суд иск отклонил. И тогда же, 23 февраля, стало известно, что Попова и оппозиционер Владимир Милов подали иск с требованием запретить использование системы распознавания лиц на митингах. Иск они направили в Тверской суд столицы. Ответчиками по нему стали МВД Москвы и Департамент информационных технологий. И заседание назначено на 3 марта. Ну вот видите, через два дня. Нет, друзья, ну мы, конечно, с вами можем возмущаться. Мы можем возмущаться тому, что систему распознавания лиц ведут на демонстрациях. Вы там себе маски наденете, очечки наденете, а они раз и распознают вас. Ну, как вы видите, в одном из рассказанных мной случаев была ошибка. То есть девушка не болела коронавирусом, но ее признали как болящую. Нашли таксиста, который привез ее домой. Более того, еще и нашли соседку, которая тут же была подвержена моральной экзекуции за то, что она нарушила правила и вышла из дома. Ей предписали не выходить, а она вышла за продуктами. Но кушать же хочется. А вы думаете, ей те самые сотрудники, которые предписали не выходить, привезли продукты? Ну, я думаю, что здесь мы с вами не ошибемся, если точно скажем, что никто никаких продуктов ей не привозил. Самое главное дать предписание, а там уже и конь не беги, и трава не расти. Самое главное, что наши сотрудники, ведомств силовых, решили применять свои знания на практике. А практика вот такая. Ошиблись с девушкой, а дальше по цепочке ошибка пошла на всех. На таксиста, на соседку. Да не все ли равно? Ведь вы понимаете, что значит высокие технологии, которые хочет применить ГРЕФ, и которые Собянин тоже решил внедрить в Москве. Это правильная технология. Они же и разрабатывались с целью узнавания вас в случае неположенных мероприятий. А для чего же они разрабатывались? Именно эта самая разработка и легла в основу того, что теперь всех вас будут хватать на улице, и потом, возможно, будет уже неважно, ошибка это была или не ошибка. Вот девушка, я не знаю, что с ней было, вероятно, поместили в госпиталь, посмотрели, что она вообще ни сном, ни духом, но никак не болеет эта девушка, а ей предписали коронавирус. Пролежала она с этим якобы коронавирусом, а у нее нет никакого коронавируса. Кто ошибся? Кому дать за это по мозгам или по щекам нахлестать? Да некого, некого даже обвинить в этом, потому что это система распознавания, механизированная, автоматическая, система интеллектуальная. Опять-таки же, а у нас, как мы можем бороться с искусственным интеллектом? Нет, друзья, с искусственным интеллектом бороться не надо, а надо только поддакивать и говорить, да, слушаюсь, товарищ начальник. Но вот Греф, видимо, так из этой же системы решил. Вообще чудненький, это чудненький товарищ, товарищ наш Греф. Он, вероятно, знаете, вот мечется, ему хочется что-то такое, большую звезду с неба сорвать. Он богатенький, у него все есть, у него все прекрасно, но вот сорвать большую звезду с неба не получается. Он хочет понять знания, наверное, а знания, вот они бегают, вот в эфире, кто-то их может взять, а кто-то нет. Ведь товарищ Гуру, тот, которого любит Греф, за один час своего выступления берет 10 тысяч долларов, один час выступления. Вот какого Гуру нашел товарищ Греф. И именно этого Гуру он рекомендует и проповедует в России. 10 тысяч долларов за один час выступления, ну, прекрасная цена. И, конечно, нужно верить таким. А если уж последователь, товарищ Греф, то, ну, чудненький парень на самом деле, чудненький. Смотрите дальше, что он еще дальше скоро выкинет, скоро дальше он выкинет. такое, что страна ахнет. Ну, или будем все хохотать в джокерских масках. Я Таня Карацуба, Сиитбурган. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok